В четвертый год в детском саду номер 39 «Ромашка» города Видное проходят шашечные турниры. Участниками состязания становятся ребята из старших и подготовительных групп. После отборочных и полуфинальных игр эти ребята вышли в финал. Приходи в наш детский сад, там научишься играть и, возможно, очень часто многих будешь побеждать. После приветствия и жеребьевки участники приступили к игре по правилам. Которые они хорошо изучили во время занятий. Играть только по черным полям, ходы совершать по очереди. Если прикоснулся к своей шашке, то обязан к ею и пойти. Главное правило игры – это, чтобы твои фишки остались. Не дать сопернику все их съесть. Сотрудник городского центра спорта Сергей Кухто с удовольствием откликнулся на приглашение стать судьей шашечного турнира. Шашки – такая демократичная игра. И всю жизнь мы играли во дворах. И в детстве развивает очень голову и мышление. Следующая ступень – шахматы. Я хочу сказать, что некоторые пары и игры настолько, не сказать профессиональные, но настолько захватывающие, то это просто удивление дается. Дети уже ведут по взрослому игру. Не просто они играют до дамок, но и играют дальше, до окончания партии. И играют и двумя, и тремя шашками, дамками. Выбирают ходы. И здесь мы уже видим, что да, у детей развивается интеллект в этой игре. Тамара Львовна много лет работает инструктором по физкультуре в детском саду. Занимаясь с малышами, она учит их быть сильными, ловкими и интеллектуально развитыми, что и дают занятия игры в шашки. Детки, когда играют, у них головка начинает думать по-другому, и меньше ошибок допускают. Полина стала победительницей среди детей старших групп. Ей так нравится заниматься шашками, что она и всю свою семью вовлекает в эту игру. Я с дедушкой играю и почти всегда его побеждаю. Интерес к проведению шашечных турниров в детском саду проявляют не только родители. Глядя на то, как в этом детском саду развивается этот вид спорта, шашки, мы подумаем сделать городское первенство среди детских садов города Видное по образу и подобию футбола. Почему бы нам не сделать, например, шашки? Это будет очень здорово. Да, тренируюсь и выиграю. По итогам турнира «Золотая шашка-2018» ребята были награждены дипломами, а финалисты – сертификатами, подарками и медалями. Для юных шашистов из детского сада «Ромашка» участие в турнире – первая ступенька к новым свершениям и победам. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.